Hola amigos, добро пожаловать, bienvenidos a español con Kike, я Kike, мексиканец, и уже почти 10 лет в России. Сегодня я хочу с вами поделиться мои открытия в России. И вы знаете, когда я узнал правду, я думал, что мои 10 лет в России это была какая-то ложь, которая неправильная информация у меня была в голове. И мне очень нравятся салаты, особенно кровавые палочки-салат. И вы знаете, я всегда гордился, даже чувствовал себя очень богатым, потому что в Мексике кушать кровавое мясо очень дорого. И мама, ты знаешь, здесь как-то столовая вообще очень нормально, дешево. Ты можешь купить кровавый салат, и он вроде бы очень вкусный. Ну, я знаю, что, например, лосось в России дешевле гораздо, чем в Мексике. Ну, это факт. И таким образом я подумал, что много морских продуктов будут дешевле в России, и нормально здесь кушать кровавое мясо. Потом мы ходили с друзьями, я тоже сказал, да, вы знаете, так здорово, что вы кушаете кров... Что? Ну, кровавый салат, кровавые палочки... Это рыба. Я так... Что? Я такой мажор в себя чувствовал, что у меня есть деньги, чтобы купить кровавые палочки и салат. И это касалось рыба. Ну, ладно, но все равно очень вкусно, и я очень рад, когда ем. Второе слово, это слово, которое, наверное, я очень быстро выучил в России. Наверное, это слово я знал 10 лет назад. И реально где-то месяц назад я знал его значение. Потому что я думал, что бомж, ну, люди без дома, и даже говорят бомжи, и все это, да? И потом мне сказали, ну, да, ты знаешь, что бомж, это без определенного места жительства? Бомж есть значение? То есть бомж, это сокращенное слово? Правда, я всегда думал, что бомж, это уже существительный. Никогда не задумался, что бомж, это сокращенное слово. Спустя 10 лет, жить в России. Мое третье открытие, это, что икра не только бывает от рыбы, еще от овощей. Поэтому мы можем сказать, что мы очень часто и постоянно кушаем икру, хотя это овощная икра. И последнее слово, которое хотя недавно узнал. Ну, как узнал? Я это слово очень постоянно употребляю, но до этого не содумывался, какое значение есть. И это слово ничего себе, когда ты хочешь сказать, типа, ну, вау, круто, ничего себе. И один раз, один друг мне сказал, эй, хватит говорить ничего себе. А почему? Слышишь, что ты говоришь ничего себе, то есть ты отказываешься от благ. Надо же. Ничего себе. А теперь я страдаю, потому что всегда хочется сказать ничего себе, как в плане круто. А я теперь понимаю, что если говорю ничего себе, селение понимает и ничего не будет мне давать. Хм, зачем такие выражения делаете, ребята? И, дорогие amigos, пожалуйста, не забудьте подписаться. Ваша поддержка для меня очень важна. И увидимся совсем-совсем скоро.